Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Человек и вера». Сегодня мы будем говорить на такую важную тему, как воинское служение с точки зрения религии. Мы пригласили сегодня в студию Сулейманова Магомеда Расуловича, сотрудника отдела просвещения Муфтеатра Республики Дагестан, и Махмудова Магомеда Абдулхамидовича, начальника юридического отдела военного комиссариата Республики Дагестан. Ассаламу алейкум. Ни для кого не секрет, что воинское служение – это часть проявления любви к родине, его патриотизма, поэтому обязанность каждого гражданина любить, защищать свою родину в трудную минуту, быть полезным для своей страны. И я хочу спросить вас, Мухаммад Хаджи, что говорит религия ислам о любви к родине, о патриотизме и, в частности, о воинском служении? Ассаламу алейкум. Это наместниками самого Всевышнего Аллаха на земле. И те данные, которыми нас наделил Всевышний Аллах, этот разум, эта сила, это все, это не для того, чтобы мы проявляли эгоизм или беспредельничали. Это все для того, чтобы мы поднимали, чтобы мы создавали этот мир. Не было же ничего раньше. И вот чтобы мы вместе из ничего потихоньку-потихоньку создавали такие условия, в виде стройки домов, транспорта и так далее, в виде хороших отношений, образований, чтобы таким образом нам было легче, чтобы жить. То есть, чтобы мы за свою родину переживали. Мы являемся наместниками Всевышнего Аллаха, как бы на своей родине, можно сказать. И когда пророк, саллиллау алейкум, он переселился из Мекки, когда он стал посланником Аллаха, он был вынужден переселиться из Мекки в Медину, вот со слезами на глазах, с такой болью в душе, он обратился к Мекке с такими словами, о Мекке, ты, говорит, являешься самой лучшей и самой любимой землей. Если бы, говорит, твои жители меня не вывели, я бы, говорит, оттуда даже не стал бы уходить. Вот пророк, саллиллау алейкум, показывает любовь к родине, любовь к своей земле. Он прямо вот обратился к земле, к городу, обратился к своей родине, где он родился, где он жил и так далее. То есть любой человек, вне зависимости от его веры, он должен отдавать должное тому месту, где он родился, где он рос и так далее. То, что, например, воинская служба, то, что вот этот процесс вообще, он является неотъемлемой частью. В Исламе есть, допустим, очень много хадисов, где пророк, саллиллау алейкум, говорит о людях, которые охраняли границы. Вот человек, говорит, охраняющий границы государства, он, говорит, получает столько вознаграждения, сколько люди совершают в этом государстве. Просто вот человек находится на границе, защищая эту границу, вот все люди, которые в мечетях намазы совершают, там мечети строят, посты держат. Это благонравие, все, что бы там в этом государстве не творилось, с хорошей стороны, это все просто за то, что он там границу охраняет, ему все это вознаграждение записывается. Это есть своего рода воинская служба, да, вот получает своего рода. Вот такое вот отношение у Ислама к родине, к воинской службе. Люди, которые несут службу, обеспечивают безопасность и сохраняют мирные условия жизни для всех граждан, независимо от национальной, конфессиональной принадлежности. И таким образом они, жертвуя собой даже, сохраняют жизнь остальных людей. Поэтому действительно очень важно служение, сохранение безопасности с точки зрения религии. Спасибо вам, Мухаммад Хаджи. Теперь я вас хочу спросить, Магомед Абдухамидович, республика Дагестан всегда славилась своими героями, защитниками Отечества и Великой Отечественной войны. Доблестные наши воины защищали целостность тогда великого государства, защитили своей ценой, своей жизнью. Целостность Российской Федерации и в 99-м году наши ополченцы, весь народ встал тогда на защиту Родины. И вот сегодня насколько в молодежной среде, среди призывников, подрастающего поколения, любовь к Родине, патриотизм, насколько эти чувства сохранены и как молодежь идет на воинскую службу? Ассалам алейкум, уважаемые телезрители. Есть такое маленькое присловие. Что такое само по себе, что означает военная служба? Военная служба это само по себе определенная особая государственная служба, которая уполномочена вопросами обороны. Сегодня мы вообще по идее представить не можем, если сильное государство, к примеру, ее основной составляющей является вооруженные силы. Без вооруженные силы сегодня, по идее, и любое государство, я бы сказал, неэффективен. По поводу того, что мы, как и ранее, наши предки, мы уже это и много говорим. И Первая мировая война, мы знаем, там были наши горцы, принимали участие, защищая интересы Российской империи, так называемая дикая дивизия, все доблестой честью выполняли свой долг, долг, который они обязаны давать, имеется в виду по своим и внутренним, и моральным, деловым, по всем качествам. Во время Великой Отечественной войны, как мы знаем, с Дагестана, по имеющейся информации, более 140, около 145 тысяч человек был призван. Из них в основном, эти наши граждане, наши горцы, наши предки, сами приходили в военные комиссариаты, заявляли желание служить своему родину, защищать те государственные территориальные границы Советского Союза. И с честью и доблестью, и многие из них, мы, как уже знаем, более 57 героев Советского Союза у нас. Это одна из самых таких республик, подчисленные населения, имеется в виду героев, подчисленные населения, не преобладает никто, кроме Дагестана. И более четверых или пяти, по-моему, кавалеров, четверых орденов воинской славы. По поводу того, что мы в данный момент, у нас по соответствии Конституции, как мы знаем уже, это статья 59, обязанность является и долгом, и обязанностью защиты интереса своей страны, и служить своей родине. В Конституции четко и ясно обозначено, что эти вопросы, касающиеся воинской службы, определяют федеральными законами, ну, там, воинская обязанность и военные службы. Сегодня наше последнее поколение, молодое поколение, сегодня у нас с 1 октября начался призыв. С 1 октября, сейчас уже мы практически, по-моему, около 500 человек уже отправлены на войска. Идет призыв. Идут ли наши молодые ребята, служат вооруженные силы, я бы сказал бы с удовольствием. Сегодня служить в вооруженных силах очень престижно. Есть там социальные льготы и другие вопросы. А так, получая, как вы сказали, эффективно ли это военно-патриотическое воспитание молодежи, само по себе получается военно-патриотическим воспитанием занимается военным комиссариатом, занимается вместе с Министерством образования и Министерством комитета по молодежи. Комитет молодежи, по-моему, это Министерство занимается, они вместе занимаются этим вопросом. До прохождения военной службы проводится специальная работа, работаем по военно-патриотическому воспитанию в соответствии. С таким планом у нас и в образовательных учреждениях, и в городах, и в районах имеется определенный план, с молодежью работают. В этом направлении пока все идет как по закону. Ну, никаких таких элементов негатива для службы не имеется. Мохаммед Хаджи, скажите, пожалуйста, вот человек призывается в армию. Он попадает в другую среду, в которую он не привык. Там он не один. Там есть представители разных конфессий, разных национальностей. Вот как ислам призывает, предписывает человеку выстраивать свои взаимоотношения и с командованием, и с сослуживцами. Вообще, какие рекомендации есть в исламе, чтобы он нормально, добросовестно нес свою службу? Имам Бухари, рахимагуллах, приводит хадис, где рассказывается, что посланник Аллаху, саллиллаху алейху ассалям, однажды отправил своих сподвижников в поход, и они вернулись оттуда с одним человеком, взяв его в плен. Он был лидером племени Ямамат, и когда его привезли, они его привели в мечеть, привязали к столбу мечети, после чего приходит пророк, саллиллаху алейху ассалям, и спрашивает у него, о, Сумамат, как у тебя положение? Сумамат, тот человек, кого взяли в плен, он был не мусульманином, он говорит, у меня, говорит, все хорошо. Если, говорит, ты убьешь меня, то убьешь того, кто будет мстить. Если проявишь милосердие, то это будет проявление милосердия по отношению к благородному, благодарному человеку. Если, говорит, тебе нужно имущество, говорит, проси у меня, я тебе, говорит, все дам. И пророк, саллиллаху алейху ассалям, умолчал, отвернулся и ушел. Наступил следующий день, на следующий день пророк, саллиллаху алейху алейху ассалям опять спрашивает, как у тебя положение, о, Сумамат. Он говорит, у меня, говорит, тоже положение, что и вчера. пророк Салли Лау Алиусалим его оставил, наступил следующий день, и на следующий день пророк Салли Лау Алиусалим спрашивает «То же самое, как у тебя положение?» Он говорит «Все, что было вчера, то же самое, ничего не поменялось». Тогда пророк Салли Лау Алиусалим с подвижником говорит «Развяжите его и отпустите». Его развязали, его отпустили, хотя он очень сильно вредил Исламу. Таких был самых больших вредителей того времени. И этот человек, он вышел на улицу, сделал полное купание, зашел в мечеть и говорит «Он Мухаммад, я принял Ислам. Для меня, говорит, до этих пор не было, говорит, лица неприятнее, ненавистнее, чем твое лицо, а теперь оно стало, говорит, самым любимым лицом для меня. Твой город, говорит, был самым ненавистным городом для меня, теперь он, говорит, самый мой любимый город. И я, говорит, хотел бы совершить умра, если ты разрешишь». Но история, она продолжается, длинная история. Вот в чем, например, суть этой истории? Как пророк Сар-Алиусалим обращался с этим человеком? Он его кормил, он к нему проявил такое доброе отношение. Абдуллах ибн Мубарак, великий такой ученый, такой авторитет исламской умы. Когда его сосед, не мусульманин, когда он дом продавал, дом стоил тысячу золотых монет. Но он своему клиенту, он говорит, я продаю дом за две тысячи золотых монет. Тот клиент ему говорит, почему, говорит, он же, говорит, всего лишь тысячу стоит. Он говорит, тысячу золотых монет за сам дом, а оставшиеся тысячу, говорит, за то, что, говорит, за соседство с Абдуллахом ибн Мубараком. Не мусульманин, говорит. Тогда услышал об этом Абдуллах ибн Мубарак, он говорит, этот дом ему вот так отдал и деньги вернул. Имеется в виду просто хорошее поведение мусульманина. Вот вроде бы один не мусульманин, другой мусульманин, и не мусульманин такую оценку дает, даже дом был готов продать в два раза дороже. И вот таких вот много-много есть таких моментов, указывающих, насколько важно хорошее отношение, независимо от того, мусульманин это человек или не мусульманин. Пророк Саралава Алиуссалям говорит, в судный день больше всего перед Всевышним Аллахом будет иметь весь именно благонравие, хорошее отношение. Треть всего Корана, вот аяты были неспосланы именно про благонравие. Вот много-много именно про благонравие, аяты и так далее, и так далее. В общем, это очень важный момент. А с другой стороны, Пророк Саралава Алиуссалям говорит, тот, кто будет притеснять, даже с размером одной пяди, его, говорит, в судный день шею обмотают семью слоями земли. Настолько это очень... Вот Всевышний Аллах, он говорит, притеснение не оставляет. В основном то, что, например, люди, например, да, вот в наше время и раньше вообще, то, что терпят эти вот проблемы и так далее, это все из-за притеснения. Притеснение в семье, притеснение по отношению к соседям и так далее, и так далее. Вот даже есть такой хадис, где Пророк Саралава Алиуссалям говорит, Всевышний говорит, не отвергает мольбу трех людей. Это мольба родителей, мольба путников и мольба притесненных, независимо, он верующий или неверующий человек вообще. Поэтому притеснять вообще нельзя. Еще дополнительная проблема бывает. Вот в армии, к примеру, человек, он бывает такой, такой надух крепкий такой, он кого-то там, ну, притесняет, там что-то забирает и так далее. Другие, например, видя это, проявляют солидарность. Говорят, он правильно делает. Так и нужно было делать. Вот как минимум он попадает в большой грех, а возможно он из религии выйдет. Почему? Потому что то, что Всевышний запретил притеснение, он говорит, то, что Всевышний говорит, это неправильно. Правильно то, что этот человек делает, то, что он притесняет. Вот это его проявление солидарности. Вот то, что мы видим, например, на сегодняшний день, то, что в Инстаграме происходит, и в других местах комментарии. Кто-то кого-то убил, там что-то сделал. Правильно говорит, он сделал. Вот так, даже не в курсе вообще, да, вот из-за чего, что произошло. Каждый второй судит, и сами того не понимая, они могут из религии просто выйти. И вот, ну, это не только в армии, так вообще, да, вот общая такая проблема. Если человек, он до армии, если он был хорошим человеком, благонравным, воспитанным человеком, если был, он и там себе такое не позволит сделать. Разницы нет вообще. Очень важный момент, Магомед Абдул-Хамедович. Как подготовить наших ребят, прежде чем они будут нести воинскую службу, вот то, что говорил наш уважаемый Богослов, чтобы не было притеснения, чтобы наши ребята не притесняли других ребят, чтобы они не отбирали какие-то там деньги или еще что-то, не заставляли выполнять свою работу других людей, там, напугав их и так далее, чтобы не было внеуставных отношений. Вот мы приглашаем религиозных деятелей, разъясняем, что с точки зрения религии вот такие действия, они недопустимы. Вы не имеете право никого ущемлять, притеснять, отпирать что-то, оскорблять, независимо от национальной, комиссиональной принадлежности. А вот как вот эту мысль донести до наших призывников? Мы знаем, было очень много неприятных случаев, не будем сейчас на них акцентировать внимание, но чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций, как какой-то механизм выработать, что-то усилить, какую-то работу. Вот эта тема же очень серьезно обсуждается и на федеральной повестке. Но что мы можем на сегодняшний день конкретно сделать и с привлечением духовенства, с привлечением разных министерств и ведомств для того, чтобы повысить эффективность и подготовить наших ребят и нести достойно воинскую службу? Это очень такая серьезная проблема. Сегодня, как мы уже знаем, есть такие выходки наших ребят. Что делать? Как искоренить такое непонятное поведение наших братьев? Хотел бы сказать, на самом деле, с каждую пятницу мы бываем мечетами, духовное управление мусульман Дагестана, как я знаю, их представители у нас находятся и в призывных пунктах, и по муниципальным образованиям, и по руссиболиканскому призывному пунктам. Часы, касающиеся духовно-моральной работы, все с ними проводятся. Почему они так поступают, и что нам нужно делать? Мы были тоже молодыми, призывного возраста, мы, как уже знаем, было в советское время, такая подготовительная часа, еще в школе 10-11 классе, мы проходили начальную военную подготовку. Что включалось туда, начальную военную подготовку? Основные вопросы, касающиеся армии. Мы уже в школе приблизительно имели такое, да, уже обоснование такое, что собой представляет вооруженные силы. Вот я лично, я знаю, мы проводили такие мероприятия, тогда были кодинг строевой между школьниками, были республиканские спартакиады, зорнисты так называемые. Вот этот момент, который, тот момент был в советское время, вот это объединяло людей, или как-то это, можно сказать, духовного, можно сказать, сильного не было, ну так развита духовность, как сегодня, такой свободы тогда не было. Но, тем не менее, люди как-то-то были другие, можно сказать, по морально-деловым качествам. Нам вместе с Эмином, нам сегодня надо работать с вами, молодежью. Основная работа, как бы мы здесь это ни говорили, что бы мы ни делали, если своими детьми не занимается родитель, у нас сегодня мы видим, в основном родители увлечены другими проблемами, но не воспитанием своих детей. Вот это вопрос, к примеру, вот мы отправляем войска в основном людей с высшим образованием. Граждане с высшим образованием – это люди уже состоявшиеся или средне-техническим образованием. 21-22 года – это уже мы знаем и во времена имамата, и мы знаем и во времена Великой Отечественной войны. С 16-17 лет люди написали рапорта и уезжали в армию защищать свою родину. Это уже были люди состоявшиеся. Но сегодня как-то мы не знаем, с других регионов туда приезжают люди, 18-19-летние ребята. И притеснять этих граждан нашей страны, да, по-любому мы в бок о бок, мы знаем, и во время имамата тоже были, на стороне имама Шамиля тоже воевали люди, христиане. Мы знаем, воевали поляки, мы знаем, перебежчики были, крепостники были, которые были церковные, там были часовни, люди молились, но, однако, никто их не ущемлял в тот период. Люди вели себя достойно, может, какой-то порядок другой был. Сегодня нам надо просто быть, может, мне кажется, вот как оппонент мой сказал, благонравие, да, вот вопрос о благонравии. Действительно, это нам всем сегодня не хватает, этого благонравия. чтобы мой сын сегодня вел себя, к примеру, прилично, я сам должен быть приличным человеком, я должен пример ему показать. Как бы мы это ни говорили, если у нас в семье, к примеру, нету порядка, в обществе, как он может себя вести? Если свой отец не может ему порядок, его привести, общество как его приведет? К воспитанию, или там, к каким-то другим моральным качествам? По этим вопросам, мы над этим работаем сегодня, огромная работа проводится, сегодня во главе с министром обороны Сергеем Кожгетовичем Шойгу образованной, есть такая детская, юническая, воспитательная, такая организация, юная армия называется. Эти школьники все до 16 лет. Проводим слеты, проводим с ними разъяснительные работы, вместе с духовными работниками, они проводят с ними родную, однако, в основном, мы-то скажем, да, наши ребята служат, честно, порядочно, очень много благодарственных писем оттуда приходят, что наши ребята служат, даже процент, можно сказать, 15 остается по контракту, командиры их любят. Но есть там какой-то негатив, да, как мы знаем, этот негатив перечеркивает все, все хорошее, перечеркивает одним действием наших ребят. вот это сейчас сегодня развита, эта система интернета, смартфоны, ну, понятно, последний случай какой-то, непонятно, ну, зачем ты сделал это, ну, зачем снимать ее, закидывать интернет, вот, понять не могу. Эти люди с высшими образованиями, по профессионально-психологическому отбору, они прошли полностью, полностью собой представляют адекватные люди. Но как только пересекают нашу границу субъекта, да, вот, республики Дагестан, они, однако, забывают, что такое, что мы мусульмане, что мы должны быть приличными людьми, мы должны быть примером для всех. Куда бы мы ни пришли, пример для нас, что мусульмане, это не значит, что это твое имя, что ты мусульмане, это твои действия, где бы ни находился. Сегодня в каждой части, в Министерстве обороны, и в войсках национальной гвардии, соблюдается ли права мусульман, там вопрос, очень много вопросов бывает по этим вопросам, по этой теме. В каждой части имеется молильный комнат, в каждой части имеется имам, который им разъясняют, который им объясняют. Есть непонятные вопросы, какие-то нарушения, часто касающиеся религиозной части, им по этой вопросу полностью, там четко, ясно, на месте разъясняются. Но, однако, не могу сказать, почему они так себя ведут. Ну, такая совместная работа. Это совместная работа, да. Как мне кажется, в последнее время у нас чуть на задний план ушла учеба. Вот это вопрос в основном. Все наши родители, мы все стараемся наших людей в спортивный зал загонять. Это да, это надо делать. Я не против такого. Но, однако, часто касающиеся образования, наши умные ребята, чем другие субъекты, наши ребята намного впереди. Это, мне кажется, только генетическая составляющая. Но это генетическая составляющая, надо еще и догонять учебой. Есть такие вопросы. Но мы над этим работаем. Мне кажется, все будет нормально. Наши ребята сейчас придут в порядок. В основном они исключительно идеальные, порядочные ребята. В основном. И которые уезжают, служат в армии. Мы с ним же собеседуем проводим. С каждым на призывных пунктах, на призывных комиссиях с ними разговаривают. Люди с ними общаются. Умные ребята, грамотные ребята. Но, однако, есть негатив. Абсолютно идеальные условия нигде невозможно. Какие-то, если были ошибки, были непонятные моменты, над этими ошибками же общество работает. Страна замечает такие моменты. И с привлечением представителей разных конфессий, духовенства, института гражданского общества, разных министерств, ведомств, совместная работа позволит, я думаю, в дальнейшем избежать многих таких неприятных моментов и достойно подготовить наших ребят к воинской службе, воспитать в них чувство любви, искренности и уважения к культурному, историческому, духовному наследию нашей страны. У нас время передачи подходит к концу. Я хочу вас попросить коротко дать советы будущим призывникам и просто всем нашим молодым людям, которые представляют нашу страну, нашу республику. Пожалуйста, ваши советы. Мы, например, когда учились в Исламском университете, вообще в Мадреса, когда учились, нас воспитывали как семью. У нас не было таких намерений, чтобы стать учеными и так далее. Вот самая главная задача была, чтобы мы были людьми хорошими. Вот наше руководство именно на этом делало много акцента. Мы как одна семья. Нам не было сложного, ничего не было, чтобы за друг другом убраться, друг друга накрыть, что-то сделать. Как одна семья. Вот намерения, имею в виду, то, что вы, например, подчеркнули, искренность и так далее. Когда мы искренне подходим именно к человеческому образу, оставшееся все само налаживается. Когда человек, например, призывник, военнослужащий человек, если он будет идти на службу с намерением на самом деле защитить свою родину, именно свою задачу выполнить, как положено, вот мы, например, у Таали, мы, кто в Медресе, учились, у нас была определенная задача, чтобы в дальнейшем эти знания донести до людей. Там зарплата будет, не будет, что будет, мы на карьеру никогда не смотрели. Мы смотрели просто именно для чего мы здесь находимся вообще. Вот этот процесс пребывания на службе, чтобы он проходил именно с таким искренним намерением, чтобы родину защитить, во-вторых, хотел бы поблагодарить наше духовное управление. Сегодня у нас практически бывает во время призыва и когда до, ну, период призыва у нас проходят видеоконференции, связи, каждый командир части бывает временами, где наши военные служащие, гражданин, тагестанец совершил какое-то правонарушение. С ними мы приглашаем работников духовного управления, они приходят вместе с военним комиссаром, сидят видеоконференции, связи, это проводится на всю Южную военную округу, на весь округ Южной военной. И все военнослужащие там сидят, и вот поведение, и как надо себя вести, эти работники до них доводят, четко и ясно, этим огромное спасибо. По поводу того, что, какие могу дать наставления нашему молодому пополнению, наше время было такое, когда мы уезжали в армию, наши Аксакавы, Односейчане, на окраине села, берет землю, землю своего родного села, где мы проживаем, берет горстку земли, берет и дает ему с собой эту землю. Было такое понятие, что это же не просто так он землю дает, это означает, чтобы он знал, что это земля его и вот опозорить эту землю не стоит. Обратно возвращаясь, этим же землю землю возвращали. Приезжали многие с этим какой-то была такая моральная сторона оставляющего. Молодому поконению хотелось бы в дальнейшем революции служить долгом и честью. Служить, ребята, сегодня престижно служить. Сегодня мы, как уже знаем, любая государственная или муниципальная служба без прохождения военной службы это уже не служба, есть там законы, которые внесли изменения с 2014 года, что данные граждане, которые не проходили военную службу, этих граждан на работу не берутся. И кто работает, если призывная комиссия выносится решение, что он не имеет на законное право передан запас, этот гражданин в течение 10 дней должен быть уволен с работы, где он в данное время проходит свою служебную деятельность. Нашим ребятам самое главное благоонравие, как мы сказали уже, хотелось бы, чтобы они каждый свой шаг, каждые свои действия оценивали как от себя, отлично от себя. Что за него стоит весь Дагестан, что за него стоит? Ислам самое главное. Что мы сегодня, мусульмане, должны показывать пример не только с негативной стороны, все должно быть с отличной стороны, все с хорошей стороны, все с точки зрения ислама, как мой оппонент сказал, это мы же мусульмане. это мой пример просто для остальных и других конфессий, которые вместе служат. А так, самое главное, спокойно, чтобы они здоровыми и благополучно вернулись после прохождения военной службы для своих родителей. Спасибо большое. Тема очень актуальная. Мы, надеюсь, еще не раз вернемся к этой теме и будем продолжать проводить такую воспитательную работу. И в конце нашей передачи я хочу, обращаясь к нашим телезрителям, сказать, что верующий человек, который искренне любит свою страну, любит свою родину, переживает за будущее своей страны, он также любит и всех граждан этой страны, независимо от его национальности или конфессиональной и другой принадлежности и будет стараться делать все для того, чтобы все мы жили в этой стране под мирным небом, как одна единая семья. Всего вам доброго, до новых встреч, и до хранит вас Всевышний.